Привет всем гостям и подписчикам моего канала Медуза Чайный Гаджет, меня зовут Сергей и сегодня ко мне пришла еще очередная посылка опять с бюджетным смартфоном, опять за 45 баксов, на этот раз от компании Ulefone. И этим телефоном является Ulefone Note 7, я думаю многие из вас слышали о нем, знают что это такое и наверное знают, ого, почему я его заказал, коробочка конечно повидала многое по ходу, блин очень некачественная коробка конечно. Надеюсь что с телефоном все хорошо, потому что ну ощущение что по коробке ходили наверное все таможенники и проверяли на хрупкость эту посылку, хорошо что она хотя бы вот в такую упаковку запечатана была, так давайте посмотрим. Единственное чем интересен этот смартфон, ну даже не то чтобы интересен, а скорее всего я его заказал по приколу, просто посмотреть как это бюджетник за 45 баксов с тремя основными камерами, ну конечно все мы понимаем что это очередной фейк от китайцев, очередной маркетинговый ход, но все таки блин прикольно глянуть на него вживую, так здесь больше ничего нет, вот сам смартфон с каплевидным вырезом, так снимаем пленочку, под этой пленкой еще одна защитная пленка, почти идеально наклеена, один вот пупырышек здесь, а так в принципе нормально. Также в комплекте идет чехольчик, смотрите вот такой вот черный, сделан типа под кожу, с золотым цветом я заказывал смартфон, да, такой и пришел, и вот они эти три камеры типа Huawei Mate 20, если не ошибаюсь, да, там такое же было расположение этих трех камер, и вот они в принципе повторили этот Huawei. Наверное не включится телефон, потому что батарейка, а нет, не заклеены контакты, значит крышка, да, крышка судя по всему съемная, но батарейка встроенная, давайте сейчас на это посмотрим. Да, батарейка встроена и емкость этой батарейки на 3500 мАч, и видим, что есть три слота, вот два здесь, третий здесь, две сим-карты, одна microSD флешка, все как обычно, ничего сверхъестественного, телефончик уже почти включился, давайте посмотрим, что в комплекте идет, вот кроме вот этой картонки, есть еще одна защитная пленка в комплекте, это прикольно, гарантийный талон, инструкция, USB кабель, microUSB кабель для зарядки, блок питания, все, посмотрим, что нам пишет производитель, Итак, каплевидный вырез под камеру, 6580 MTK, как обычно, 1 гиг оперативки, 16 встроенной, Face Unlock даже есть, крайная основная камера, 6,1 дюйм HD дисплей, 3500 мАч батарейка и Android 8.1 Oral Go Edition, вот и все характеристики этого бюджетника, ну за 45 баксов, сейчас посмотрим, выберем русский язык и продолжим знакомство. Так, пока телефончик запускается, давайте посмотрим, что у нас на задней части есть, кроме этих трех камер, есть еще вспышка и основной динамик, спереди, так, он же запустился, каплевидный вырез, 6,1 дюйм экран, все стандартно, по-моему, мои последние 4 смартфона на обзоре, они все с одинаковым размером дисплея, 6,1, все с одинаковыми каплевидными вырезами и если их поставить вот так вот рядом, их вообще не отличить, то есть спереди они идентичны. Здесь у нас фронтальная камера, вижу, есть датчики, разговорный динамик, как всегда большой подбородок, не особо тонкие рамки, но это все простительно, конечно же, потому что 45 баксов цена этого телефона на старте продаж, напомню. Не вижу индикатора событий, возможно, он будет при каких-то оповещениях, пока что не могу точно сказать, есть он или нет. Справа у нас качелька громкости, кнопка включения, слева нет ничего, потому что слоты под сим-карту запрятаны под эту крышку. Снизу microUSB разъем для зарядки и разговорный микрофон, сверху разъем для наушников 3.5. Вот, в принципе, и все с внешним видом, давайте зайдем в настройки, проверим сведения о телефоне. Ulefone Note 7, версия Android 8.1, Oreo, все так и есть. И еще хотелось бы, как всегда, проверить для начала звучание динамика. Да, громкость, кстати, очень неплохая у этого смартфона, основной динамик очень громкий, можно его услышать издалека. О качестве, конечно, ничего не могу сказать, оно здесь никакое, все хрипит-скрипит, но это не важно, потому что за 45 баксов всегда так было, есть и будет, как говорится. Так, здесь у нас уже приходят какие-то оповещения, Google Play защита. Яркость, кстати, это у нас не на полную, вот, на полную яркость, но достаточно яркий дисплей. И, кстати, дисплейчик по качеству тоже очень отличный, смотрите, под всеми углами вроде бы как хорошо просматривается картинка, нет никаких затемнений, инверсий цвета. Дисплейчик IPS, судя по всему, очень качественный, как для бюджетника, за 45 баксов, я вам скажу, все очень четко. Никаких не видно пикселей, никаких размытий, даже при таком небольшом разрешении, казалось бы, при такой диагонали более 6 дюймов, все отлично смотрится. Ну, естественно, есть Google приложения, подогнанные под Go Edition систему Android. Здесь у нас и Ассистент, и Maps Go, и Gmail, и Google Go, короче, все, как всегда, Play Market на месте. Так, FM Radio у нас присутствует, в принципе, да, немножко перерисован Android. Он не голый, как вы заметили, иконки изменены немножко. Давайте зайдем в камеру, посмотрим, что же, что же здесь за такая тройная супер-пупер камера. Возьмем, ну вот, наверное, вот это вот возьмем, да, мелкий текст, хотя сейчас проверим, что здесь у нас есть. Так, вспышка автоматическая, HDR можно включить, искусственный интеллект, на минуточку, вот он. И искусственный интеллект, это что значит? Непонятно, что это значит. Ну, окей, в полном обзоре мы проверим, что это за искусственный интеллект, за что он отвечает здесь, что он меняет при его включении, обязательно расскажу в полном обзоре, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить полный обзор этого смартфона Ulefone Note 7. Ну, а мы пока продолжим знакомиться. Так, есть режим видео, режим фотографии, ретушь лица и клякса у нас, это что? Ну, а клякса это, походу, круговое размытие, да? Непонятно. Ну, сейчас посмотрим на просто на ровной поверхности. Ничего не меняется. Ладно, с этим мы разберемся чуть попозже, в принципе, пока что... Да, кстати, качество как раз-таки фотографии, давайте посмотрим. Ну, по-моему, очень даже годная камера, реально годная камера для 45 баксов, блин. Мне кажется, если я не найду никаких таких прям явных косяков, то, блин, я буду в восторге от этого телефона. Реально за 45 баксов вот такой вот смартфон, я бы сказал бы даже планшетофон или фаблет. Огромный экран красивый, неплохая камера. Честно говоря, Ulefone меня очень удивил в этом плане. Так что я уже хочу скорее начать его тестировать. На этом, пожалуй, все. В конце этой распаковки не выключайтесь. Будут несколько примеров фото и видео, предварительных, сделанных на эти камеры смартфона Ulefone Note 7. Чтобы вы уже предварительно имели представление о качестве этого смартфона, о качестве этих камер. Я думаю, что никто из вас не ждет никакого чуда. Хотя бы, если бы были просто хорошие, неплохие фотки, тогда этот телефон реально будет очень годным. Ну что же, это была распаковка и первый взгляд на смартфон Ulefone Note 7. Всем спасибо за внимание. С вами был Сергей. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok